Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. Ну вот я и написал обещанную новую публицистическую книгу. На этот раз и решил не связываться с издательствами и опубликовал ее на литрес. Цена книги 79 рублей 99 копеек. Как я уже сказал, эта книга не художественная, а публицистическая. Кроме того, она выдержана в хорошо известном подписчикам и зрителям нашего канала формате. Это сборник отзывов на цикл книг Владислава Крапивина о вселенной Великого Кристалла, а также на еще один цикл книг. На межавторский цикл книг о Ричарде Блэйде. Точнее, на их, скажем так, слишком вольный перевод российскими писателями. А еще точнее, даже не слишком вольный перевод, а слишком вольный пересказ. В этом плане пересказ очень похож на пересказ истории о Пиноккио и истории о стране Оз, которые у нас стали Буратино и волшебной страной. Историями о Буратино и историями о волшебной стране. И которые у нас, согласно супругам Бузерновских, стали конспирологическими. И я с этим согласен, должен сказать. Главную роль в этом пересказе сыграл русский писатель такой Михаил Ахманов. Настоящая имя и фамилия Михаил Нахманс. И, видимо, он и предал данным книгам конспирологическую составляющую. Или, во всяком случае, прежде всего. Вот как выглядел Владислав Крапивин. А вот как выглядел Михаил Ахманов. Ну и понятно, публицистическую книгу можно не считать на камеру. А эти отзывы можно просто озвучить близко к тексту. Что я уже не раз и делал на нашем с вами канале. Естественно, с другими отзывами, а не с этими. И чем я и сейчас, с вашего позволения, хотел бы заняться. Вот как выглядит обложка книги. А вот как обложка книги выглядит в полном размере. Итак, начнем с предисловия. В 1994 году вышла первая книга супругов Бузиновских об очень удивительном и очень таинственном человеке. Роберте Бартиниев. Она называлась «Роб». Но, боюсь, эта книга оказалась мало замеченной и читателем, и литературным сообществом. В 2004 году вышла их вторая книга, опять же, о Роберте Бартиниев. Она называлась «Тайна Воланда». Вот ее судьба литературная оказалась намного лучше, намного удачнее. Она стала бестселлером. И в обеих этих книгах рассказывалась буквально ошарашивающая история. История, да, вот этого самого человека, Роберта Бартинии, который по происхождению был вроде бы итальянцем. Кроме того, он был итальянским коммунистом. И в 20-х годах он по поручению итальянской коммунистической партии переехал в нашу страну, в Советский Союз. И стал у нас авиаконструктором. А авиаконструктором он был действительно генерален. Вот как он выглядел. Перед переездом в СССР он дал итальянским коммунистам клятву. Сделать все, чтобы красные самолеты летали быстрее черных. И он с честью эту клятву выполнил, воплотил в жизнь. Он создал советскую авиацию и космонавтику, которые, да, безусловно, стали лучшими в мире. И его учеником считал себя академик-королем. Но это было далеко не главное, что он сделал. Главным его даром, что о нашей стране, что человечеству, стала его концепция шестимерной вселенной. И вытекающее из нее ноосферное мировоззрение. Но вот с этим мировоззрением все далеко не так просто, как с авиацией и космонавтикой. Дело в том, что это мировоззрение, по сути, было дальнейшим развитием мировоззрения коммунистического. И тоже строилось на идее социальной справедливости. Но оно перестало уже быть коммунистическим толкованием Бартинни. Более того, оно перестало быть даже материалистическим. Надеюсь, я когда-нибудь остановлюсь на этом вопросе более подробно. Того же, кого этот вопрос заинтересовал уже сейчас, я отсылаю к моему ролику. Роберт Бартинни. Он есть в подсказке и будет на конечной застройке. Кстати, есть мысль, что Роберт Бартинни вообще не принадлежал нашему миру. И пришел в наш мир из мира другого. Куда более совершенного. Не вдаваясь в подробности, я скажу со всей ответственностью. Я вполне допускаю, что эта мысль может быть правильной. Понятно, он не мог в Советском Союзе опубликовать это мировоззрение открыто. Скажу больше, его сложно открыто опубликовать даже и на Западе. Оно очень сильно противоречит доминирующим в нашем мире авраамическим религиям и прежде всего христианству. А также им двум главным деревотам. Мировоззрению буржуазному, или как сейчас называют его либеральному, и мировоззрению коммунистическому. И судя по всему на Западе, сторонники мировоззрения Бартинни тоже ведут работу по его пиару тайную пока. Полностью аналогичную работе Бартинни в этом плане в Советском Союзе. В СССР же, согласно супругам Бузиновским, Роберт Бартинни создал тайное общество «Диск», в которое вошли советские писатели, составляющие золотой фонд не только советской, но и мировой литературы. И они в своих книгах тайно, между строк, начали это мировоззрение пропагандировать. Список писателей, входящих в тайное общество «Диск», согласно Бузиновским, очень большой, и я не буду у вас ничего деться. Но, на мой взгляд, наиболее удачно раскрыть это мировоззрение удалось Ивану Ефремову прежде всего в своих четырех романах «Думаноси Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час быка» и «Таиса Финская», а также братьям Стругацких. У братьев Стругацких, как известно, произведение намного больше, чем у Ивана Ефремова. Вот как выглядел Иван Ефремов. А вот как выглядели братья Стругацкие. Должен сказать, что я заметил то, что масса писателей, как советских, так и зарубежных, писателей действительно, да, с мировым именем, пиарят некое неизвестное науке и вообще мало знакомое европейцам, мировоззрение очень и очень давно. Еще в бытность мою курсантом, высшего военно-политического училища. И тогда же я начал эту тему изучать. Изучать, как говорится, прежде всего для души, а не для диссертации. Поэтому книги Базиновских были для меня очень понятны и близки, хотя, должен сказать, они упустили в них ряд очень важных моментов. И прежде всего они упустили присущий этому мировоззрению элемент богоборчества. А, видимо, это и является главной причиной того, почему это мировоззрение подается тайно и на Западе. И думаю, здесь будет правильным сказать, что такое богоборчество. Потому что в нашей стране ответ на этот вопрос знают только специалисты. Кроме религий, проповедующих поклонение Господу Богу, есть еще и религии, его проклинающие, считающие Господа Бога страшным преступником и законченным мерзанцем, узурпировавшим власть в нашем мире и чудовищно наш мир изуродовавшим. И исходящим из того, что с властью этого Бога надо бороться. И однажды власть этого Бога надо свергнуть. Именно поэтому это и богоборческие религии. Часть таких религий до живота нашего времени, и, пожалуй, самым ярким примером такой и ныне существующей богоборческой религии, является гоноститизм, приверженности к которому успели признаться и братья Стругацкие. И думаю, резон в таком взгляде есть. В наше время, благодаря мудрой политике великого президента Путина, поставившей нашу страну на грань катастрофы, получила широкую известность мысль, не может быть царь хорошим, если бояре плохие. Народ долго верил Путину. До того он долго верил Сталину. Веру в Путина народ счастья уже потерял, разуверился. А до того народ долго верил в доброго царя. Специалисты называют такую веру наивным анархизмом. Но дело в том, что вера в доброго бога имеет те же самые корни, что и вера в доброго царя. И, как показывает исторический опыт, эта вера заканчивается, как только народ понимает простую истину. Не может бог быть хорошим, если его мир такой плохой. В истории так было не раз. Яркий пример – это, опять же, история гностической религии. О чем опять в нашей стране знают только специалисты. В XIII веке очень многие европейцы поняли, что не может быть бог хорошим, если его мир такой плохой. И несколько десятилетий Европа качалась на весах. Какой ей быть? Точнее, какой ей стать? Христианской или гностической? Так называемые альбегуйские войны или альбегуйские крестовые походы – наглядное тому свидетельство. Католической церкви с огромным трудом удалось устранить все растущее влияние гностической религии, буквально залив регионов, в которых укоренится гностицизм кровью. И альбегуйцы героически сражались не только против крестоносца, но и против самого Господа Бога, которого искренне считали законченным мерзавцем, подло захватив изрубировавшим власть в нашем мире и наш мир необратимо изуродовавшим. И героизм альбегуйцев вошел в историю. Альбегуйцы практически никогда не сдавались в плен. Самое же главное, то, что наш мир действительно чудовищно изуродован, это факт. Это бесспорный факт. Иван Ефремов в романе «Час быка» назвал это уродство инфермо. Но наиболее удачно, на мой взгляд, ему удалось сформулировать это положение в другом своем романе – «Лезвие бритвы». Я приведу эту цитату полностью. «Получить лучшее, создать совершенство, природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых, то есть через страдания, наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ. Это первичный изначальный принцип всей природно-исторической эволюции. И он изначально порочен. Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно быть перенесено на нескладную конструкцию мира и жизни. И если бы и был создатель всего сущего». Тогда это его грех. И по мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его, какая бы цель ни ставилась. Потому что все цели – ничто перед миллиардом лет страдания. Чего, как я уже сказал, не заметили супруги Бузиновские. А это один из краевольных камней мировоззрения, предложенного Робертом Бартиньевым. И, естественно, я не поверил недавно появившимся публикациям о том, что книги Бузиновских – это литературная мистификация. И я продолжаю всерьез изучать эту тему. Думаю, она очень и очень интересна и очень и очень перспективна. И я изучаю ее, в том числе и на предмет выявления новых писателей, которые, по крайней мере, могут быть членами тайного общества НИСК. И в этом плане несколько лет меня заинтересовало творчество Владислава Крапивина и Михаила Ахманова, Нахмансана. И именно мои отзывы на их книги я и предлагаю нашим уважаемым читателям. Подзывы, понятно, сделаны с учетом того, что в книгах может быть конспирологическая составляющая. И особо здесь я хотел бы остановиться на ситуации с Владиславом Крапивином. Дело в том, что я его много лет считал просто очень хорошим детским писателем. Я понятия не имел, что он пишет еще и научную фантастику. И только вот в конце 90-х, я извиняюсь, в начале 90-х, еще в Советском Союзе, мне попалась в руки его книга «Голубятня на желтые поляне». Вот тогда я познакомился с его научной фантастикой, и она меня очень заинтересовала. Но по-настоящему меня его творчество заинтересовало куда позже. И заинтересовало оно меня в период, когда уже я перестал работать над наследием Бартини только в столб. В 2011 году я издал большой научно-фантастический роман по мотивам произведения Ивана Ефремова «Темное пламя» и начал работать над его продолжением. Ролик об этом будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка романа. А вот его обложка в полном размере. И вот именно в этот период произошло нечто, что заставило меня приостановить, работа над продолжением романа. Одно из самых удивительных дел Роберта Бартини – это создание им в 30-х годах 20-го века невидимого самолета. Невидимого в прямом смысле, для глаз, а не радиолокаторов, которых в 30-х годах, кстати, еще и не было. Информация об этом почему-то просочилась в открытую печать, и я об этом прочел еще в детстве. В моем тогда любимом журнале «Техника молодежи». Ну и понятно, много лет я пытался добыть об этом дополнительную информацию. После того, как «Тайна Воланда Бузиновских» стала бестселлером, об этом стали писать куда больше. Но боюсь, ни одно из объяснений, даже в поздних публикациях, объяснение оптической невидимости самолета Бартини, нельзя назвать научным. Так вот, действительно, научное объяснение оптической невидимости мне однажды удалось найти в сказке Владислава Крапивина «Дети синего фламинго». И это настолько меня ошарашило, что я прекратил, вернее, приостановил работу над продолжением «Темного пламени» и начал изучать в конспирологическом плане творчество Владислава Крапивина. И о том, что я так поступил, не жалею. Хотя я, конечно, еще очень и очень надеюсь вернуться к продолжению работы над моим романом. Что бы там ни было, скромный результат этой моей работы сейчас может быть у вас в руках, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. И, как я уже сказал, оно получилось не только по творчеству Владислава Крапивина, но и по творчеству Михаила Ахманова. Ссылка, по которой книгу можно приобрести, будет под роликом. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok